Поговорим о Северной Корее и о поддержке Соединенных Штатов в конечном счете. Во-первых, американцы очень сейчас активизировали свои переговоры с Южной Кореей. Там переговоры Лойда Остина с Южнокорейским министром обороны. В результате мы услышали следующее, что Штаты в случае чего будут защищать Южную Корею, в том числе и с помощью ядерного оружия. Новость прекрасная, только непонятно, как они будут действовать в связи с тем, что армия Кима уже в Курской области. Я думаю, все равно будут военные решения. Вот честно. Почему? Потому что... Давайте вспомним, что заявляют сейчас наши американские друзья, лидеры западной коалиции. Они говорят, что для них очень важен этот Тихоокеанский регион. Это что значит? Они главным геополитическим противником, врагом, как угодно, оставят Китай. А Россия и Северная Корея – это и есть сателлиты Китая. И да, вообще-то так это и называется – мировая война. Не очень бы хотелось, конечно, чтобы это все припало на нашу долю, но это просто реальность. И прятаться от этой реальности очевидно, ну как минимум, нецелесообразно. Поэтому мы поддерживаем сбор, мой сбор, ну в смысле сбор на моем YouTube-канале для серафимов, или тот сбор, который вы считаете нужным. Русарез подходит с Тернинка, все подходит, все то, что несет смерть российским захватчикам. Так вот, видите, как оно все связано? Северная Корея и Южная Корея. И, соответственно, мы чувствуем, вот шарик вроде как большой, но события эти все связаны просто напрямую. И надо отдать должное, что в части Южной Кореи даже американские стратегические бомбардировщики провели учения по ядерному метанию по объектам Северной Кореи. Нам от этого не то, что легче, но тут важный аспект какой? Что американцы, они в случае чего могут перестать играть в эту глупую игру, чтобы не было эскалации. Тем более, когда будут подводить итоги президентства Байдена, а во многом в упрек будут ставить ему именно это, несвоевременное принятие военных и военно-технических решений. Потому что если бы самолеты у нас появились в большом количестве, немножечко раньше, чем сейчас, и Северная Корея вела бы себя по-другому. Значит, американцы общаются с южными корейцами, и мы с ними тоже общаемся. У нас будут гости из Южной Кореи. А в Москве сейчас находится глава МИД, ИН. С самого начала специальной военной операции, уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их совершенной войне. Мы ни в коем случае не сомневаемся в том, что под мудрым руководством уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, российская армия и народ непременно добьется великой победы в своей совершенной борьбе по защите суверенных прав и интересов безопасности своего государства. А также мы еще раз заверяем, что до победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами. Как они формулируют предложение? Просто как роботы, биороботы. Но это эхо нацизма или фашизма. Оно может называться чучхе, но суть от этого не меняется. Значит, американцы говорят о том, что в Курской области уже 8 тысяч северокорейских солдат. Есть мнение, они немножечко странно звучат по этому поводу, но это Штаты в предвыборных всех этих делах. Дело в том, что глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер говорит о том, что США и НАТО должны рассмотреть возможность атаки непосредственно на северокорейские войска, если они будут находиться на территории Украины и участвовать в боевых действиях на стороне России. Хочется сказать, Майк, все ты правильно говоришь, дорогой наш Майк Тернер. Но, а почему нельзя уничтожать северокорейских солдат в Курской области? Почему нужно ждать, когда они дойдут до священной украинской земли? Но, как бы там ни было, этот американский политик, он тем не менее говорит о том, что у нас же есть ресурсы, у нас есть ядреные бомбы, менее ядреные бомбы, и бомб этих очень-очень много. Да, вчера Ллойд Остин по итогам переговоров со своим южнокорейским коллегой сразу заявил, что будет в Украине новый пакет военной помощи. Там еще были заявления, что Южная Корея не будет напрямую поставлять Украине снаряды 155-го калибра. Но нас, по большому-то счету, устраивает поставки и на кривую. И, если честно, эти поставки не прямо, но через другие государства уже осуществляются. Иногда это выглядит так. Южная Корея отгружает Канаде какое-то количество снарядов 155-го калибра, а потом Канада нам помогает боеприпасами. Но все они, все эти государства, очень быстро увеличивают свое производство. И это хорошая новость. Но мы ждать ничего не можем. Нам нужны дроны, дистанционные системы поражения. Есть вот у нас прилет по нефтебазе в Башкортостане. Оно почему-то не разгорелось. Это так очень сильно, как мы привыкли, чтобы оно потом неделю дымило. Но Башкортостан, это вообще-то немножко дальше Курской области. А прилет был. И это хорошо. Надеюсь, что это была только пристрелка. Значит, конь его величества, ну, в смысле царя, тоже благодарит северокорейских братьев. Мы глубоко признательны корейским друзьям за принципиальную позицию по поводу тех событий, которые сейчас развернулись на Украине в результате курса Запада на продвижение НАТО на восток и на поощрение откровенно российского режима на истребление всего русского и в сферу образования, в сфере культуры. Конь Путина, ну, в смысле Риббентроп современности, меня раздражает точно так же, как и вас. И, знаете, то, что они нацики, а современности, которые слишком долго носили на голое тело фуражку Гитлера. Вполне возможно, что в российском политбюро фуражка путешествует. Она сначала недельку у Путина, потом недельку у Лаврова. Некоторое время ее носил и Шойгу, сейчас Белоусов. Так вот, больше всего меня бесит, что бомбежки, удары по украинским городам, они снабжают этим объяснением, что это оказывается русскоязычных защита. Ну, тут немножечко выглядит это странно, но, опять же, мы тут эмоциональную часть затрагивать не будем. Значит, почему, внимание, почему Соединенные Штаты после выборов будут нам помогать даже больше? Потому что вот пошел вот такой вот расклад. Да, мировая война. В этом смысле, слушайте, я не знаю, я не обладаю ни данными, ни экспертизой в этой области. Есть северокорейские войска, где они есть? Ну, мне так нравится эта ситуация. Впервые, с начала специальной военной операции, у них реально горит у западников под одним местом. Просто горит, они не знают, что делать. Они впервые играют вторым номером и ничего не могут сделать с этим, самое главное. Единственное, что успел сформулировать сам президент Соединенных Штатов, главнокомандующий, главной, так сказать, сверхдержавой мира, сказал, ну, в случае, если они окажутся на Украине, Украина должна лезти по ним удар. Великолепный. Глубокий мысль. Очень, да, вообще. Фон Клаузевец отдыхает. С одной стороны, забавно, но если для этого будут выделены соответствующие американские технологии и ресурсы, то это уже звучит не так сильно. Вот то, что Запад не знает, что делать, все ждут выборов. Вот правда. Ждут 5 ноября. И до 5 ноября мы точно доживем. Будем исходить из этого. Хотелось, чтобы все украинские солдаты дожили и пережили 5 ноября. Ну, и потом, в принципе, Владимир Маньяк помер в страшных муках. Ну, это лично мое пожелание. Вы свое можете написать в комментариях. Значит, все не знают, что делать. Вот правда. Они считают, они просчитывают варианты развития событий. И в конечном счете, как я уже сказал, других вариантов. Если на тебя идет Орда, кроме того, как стрелять, уничтожать ее, ну, в смысле Орду и путинскую срать, других вариантов просто нет. И вот, внимание. Всю базу выдал, как ни странно, временно трезвый, не знаю, может ли быть такое состояние дел, временно трезвый генерал Боярышник. Я вот так что-то... Оно как сочетается. Вроде ничего не можем, но Европу захватим. Мне кажется, я все-таки погорячился в части того, что Боярышник трезвый. Нет. А, в говно. Как обычно. Это интересно, ну, хорошо. Там есть, нет, там, северокорейцы. Ну, нет, так, может быть, будут. Да что, спасибо, скажем только. А ведь это нам помощь? В какой-то степени, да. Но в первую очередь, это подготовка северокорейских войск к современной войне. Их обучение на реальном поле боя. Это тот опыт, который есть. Бесценный опыт. Бесценный опыт. И есть момент, давайте откровенно скажем, у нас есть договор с северной Кореей. А этот опыт для войны с кем нужен северной Кореей? Вопрос, вернутся ли они живыми из Курской области, тут покажет, собственно, война. Но мы сразу понимаем, что главным врагом они рисуют кого? Соединенные Штаты. Ну, и Южную Корею. Именно так. Для войны с ними они хотят получить этот боевой опыт. И, собственно говоря, поэтому северокорейские друзья настолько всполошили Южную Корею. С одной стороны, они привыкли жить и развиваться, что очень важно в условиях постоянной угрозы войны. С другой стороны, им же нифига это не нравится. И будут, внимание, военно-политические решения всего прозападного блока. И если мы говорим о Европе, это понятно. Украина, это понятно. Штаты, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея. Ну, может быть, еще Филиппины. Новая Зеландия. Это я к тому, что, еще раз подчеркиваю, что мы не одни. И вот, почему я делаю предположение, что администрацию Джозефа Байдена, после того, когда они сложат свои полномочия после выборов, соответственно, это уже очевидно, потому что там дедушка не баллотируется, его будут критиковать за то, какой багаж проблем он оставил. Значит, пока Запад приговаривал, лишь бы не было эскалации, россияне, они в эту глупую игру, конечно же, не играли. И поставили соответствующие военные технологии в Северную Корею, которая хочет разбомбить Южную Корею и не только Южную. Боярышнику слово. Как тут интересно, так складывается. Давайте мы посмотрим, только что президент, ну, верховный главнокомандующий проводил тренировку по ядерному сдерживанию. И как-то сначала Ярс полетел, а потом полетела ракета Северной Кореи. Ребята сначала сказали, что-то куда-то полетело, когда разобралось, что это полетело, летая худо-бедо на 15 тысяч километров, да еще со спецзарядом. Что-то сначала все сжалось, потом все притухли. Потом началось... А я хочу сказать, что довольно синхронизировано они полетели. И наш Ярс – это ракета. Так, наверное, на сегодняшней системе безопасности что-то нового рисовывается. Может быть, на сегодня не особо явное. По крайней мере, теперь понятно, что северокорейская армия получила, после того, когда отгрузили Владимиру Путину хулиарды артиллерийских снарядов, ракеты и, ну, в первую очередь, Гранам и другим РСЗО, они получили технологию. Значит, они сделали запуск ракеты «Хвасонг-18». Какая-то 18-модернизированная версия. И, о чудо! Северокорейский «Хвасонг-18» является копией российского тополя «М». Шах и мат. Кто там еще не хочет эскалации? Нормально она полетела. Значит, все восхищаются теперь и северокорейскими солдатами, и, соответственно, северокорейским оружием. А 17 тысяч километров это, ого-го, может достать во многие части мира. И если кто-то думает, что наши западные союзники будут делать вид, что ничего не происходит, это ошибочно. Вот поэтому я, собственно, и делаю вывод, что новая американская администрация, она все равно, ну, как-то взбодрится. Все эти истории, а-ля Дональд Трамп, что я за 13 секунд договорюсь с Владимиром Путиным, так это не работает. Тут все его друзья, ну, в смысле Дональда Трампа, и Путин, и ИН, они уже вышли на тропу войны. Что там, кстати, в Курской области происходит с северокорейскими солдатами? Вот, а что, кстати, в Курской области, там происходит натекание. Что происходит натекание? Там концентрируется часть, как бы, группировок, это заметно, в принципе, на Сурже. Уничтожение оккупанта там происходит. Давайте вещи своими именами. Ну, там, этот оккупант... Скобеев, простите, Попов, называть вещи своими именами ты будешь во время дискуссий с Басултаном Хамзаевым, который, смотри, вчерашнее видео, уже угрожает Попову. Ну, или Скобеевой, в принципе, одна сатана. Кто там будет извиняться перед дагестанцами, пусть они разбираются сами. Но в предыдущем видео мы, мне кажется, эту тему прекрасно разобрали. Значит, натекание. Какой новый военный термин? Натекание северокорейских солдат. И да, по данным США, их 8 тысяч. А что-то мне подсказывает, что если американцы так четко предсказывали начало российского военного полномасштабного вторжения, то и о, соответственно, передвижении северокорейских солдат, им тоже все известно. Вопрос в том, где и когда будут решения. И они будут. Еще раз. Ну, то, что уже вот этот круг вырисовывается явного противодействия, в том числе и в военном плане, ну, наверное, это дорогого стоит. Теперь момент следующий. Мы, естественно, на этой передаче, Владимир Дольче, много раз говорили, что... Ну, Тайвань-то он был, есть и никуда не денется. То есть этот кризис, он существует. И все равно он так или иначе должен разрешиться. Он не может так существовать вечно. Он все равно пойдет какой-то развязки. Судя по тем событиям, которые сегодня в мире происходят, у нас все кризисы разрешаются только одним путем. Военно. Военно. Кто-то мне сейчас может рассказать, кто-то с кем-то, о чем-то договорился. Сегодня никто, ни с кем, ни о чем вообще не в состоянии никак договориться. Просто никто не хочет. Кто-то от дурости, кто-то от мании величия. Кто не хочет договариваться по дурости, это ясно. Это Владимир Путин. Ну, он же тут хочет стать этим повелителем мира и планеты. То есть понятно, что Манничелла в данном случае недоговороспособный. Сколько бы тут всякие разные люди не рассказывали о том, что вот переговоры, бла-бла, бла-бла. Это все в пользу бедных. Вы видите, как оно все раз и увязалось. И Тайвань, и Северная Корея, и Китай, и Украина, и, соответственно, западная коалиция. Значит, ось зла сформирована, и они хотят крови. И да, они ее получат. Вот так это устроено. Поэтому сохраняем оптимизм, подписываемся на мой YouTube-канал, поддерживаем сбор, QR-код на экране. Это для 104-й бригады ТРО. Для их аэрокрыла. Заявление или обращение Павла Казарина вы видели в начале этого видео. Главное, Украина была, есть и будет. До зустречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...